Северный днём в Несап настал холодно и пошёл дождь. Если вы думаете, что мы расстроился и испугался, то ничего подобный. Мы просто взяли и сотопили паня, и пили так жарко, и тепло, и хорошо, и все попарились паня. Ну, вот этот кошка, он на вид такой симпатичный, на самом деле он сволочь такой, этот башенский кошка. Он ходит в лес и убивает зайцы. Он принёс домой большой такой заяц дикий, и половину только съел, голова, ещё немножко съел, основу вот этому кинту оставил, блин. Пришлось убирать, и он ходит, нюхает теперь. Хорошо бы успели, убрали, всё, мусорку выкинули. Федот, кончай, убивать зайцы. Не за этим сюда приехал. Ты же не орка, блин, чтобы это самое, блин, местных всех геноцидовать, блин, и дезайчировать леса, блин, канадские. Ну, смотри, опять вот, блин, саранча, короче, напал на малину, и не знаю, блин, сейчас гроза, скоро дождь пойдёт, а он ходит, пасётся тут зачем-то. Ёлка-палка, вечер, пацаны, вечер. Был дождливый день, и дует ветер. И мы вышли, значит, это, кушать десерт. Давай, Федот, тачи когти, иди на охоту. Мы сегодня ходили с ним через дорогу и кушали чернику и голубику. Много-много. Ты любишь, Фрэнки? Да. Сколько радости, пацаны. Короче, ребята, зашёл у нас спор. Кому живётся весело, вольготно на Руси. Ну, какая ягода самая вкусная. Я кричу, короче, малей на другой кричит. Вот это, как она называется? Ирга. Всё, сколько мы бились. А третий кричат, рыжовник, значит. А этот молодой, говорит, идите в бане, говорит, уже всего наелся. Смотрите, даже розы второй раз отсвели. Вот что, блин. Вот что, значит, загнивающий запад и буржуйщина, блин. Розам до того плохо, что они решают покончить жизнь самоубийством и цветут второй раз. Очень вкусно, всё очень хорошо. Спасибо всем за компанию. Перекусили, пойдём домой. Короче, уважаемые радиослушатели и телевизорслушатели, значит, наш учёный, научный коллектив, оказывается, Академия Курчатова, значит, озадачивается проблемой, значит, поедания рыбьей медведями. И выяснили, что канадостанский медведь, значит, очень разбалованная такая птица, он, значит, вообще рыба не очень охотно кушает. Он так, может, нюхает немножко всякое там, но как это, как русский человек, чтобы там это обгладывать, голова и косточки, и всё там, и лещей сушить, и уха тройной, двойной, всякие жрать, вообще категорически отказывается. И даже хуже того, даже одиночный, однородный, такой однарный, ординарный уха тоже не хочет кушать. Просто разбрасывает везде этот рыба, говорит, иди, говорит, задница. Наш деды, говорит, канадостанский, не за тем воевали, чтобы мы твой рыбу жрали. Ну, чуть-чуть нюхает всё равно, ходит, значит, пошли туда, лес сходили, там вообще всё, джай-ляу, больше разбито, чем здесь, там тропы, там чудеса, там на неведомой дорожке, короче, слоны катаются на кошке, там орки вообще даже боятся туда ходить. Ну, смотри, грибы, блин, уже пропали, всё. Короче, подкармливаем медведя на всякий случай, потому что мы же не сволочь, правильно? Сам, значит, это подъедай рыба, а косточки друзьям тоже отдавай, ну, как-то так вот. Пацаны, вот мне прямо неудобно с вами ругаться вот так, ну, блин, ну, почему вы такие тупые, блин? Ну, ну, сколько раз, я могу повторять, вот сколько раз, дарите женщинам цветы, полевые, лесовые, какие хотите, блин, ну, дарите нафиг. Нет, блин, а почём колбаса, блин, а сколько стоит бензин, блин, а сколько стоит поцеловать в жопу Путина и потом уехать. Цветы, цветы, дарите цветы, пацаны. А вот интересно, дяденьки дрова повезли в Китай или нет? Ну, вот здесь всё-всё распилили, сложили, меня ждали, ждали. А я-то, я-то по ночам, я спать люблю, я уже не люблю, как раньше-то по молодости при советской власти, то это самое, ходить, закупаться-то. Ну, шучу я, пацаны, чего вы херня занимаетесь всякой-сякой фигню, слушаете, говорите, машины стоят, дяденьки дрова отгружают, значит, блин. Оставьте меня чуть-чуть, ну, сейчас, а я думаю, что такая пылюка тут-то, мы хотим, значит, это, проехать по лесным дорогам всяким разным, ну, смотри, лежат, что дровишечки. Не грузите все до последнего, засрали всю дорогу. Ну, ребята, камеру-то не для этого включил, зачем включил камеру вот, ну, конечно же, показать себя красивого, молодого и счастливого. Ну, что, некоторым, значит, не нравится, что я такой красивый и такой счастливый, а тех я научился нахер посылать, ну. Смотри, я, учоро-тетя Оля, меня взял и паст стриг, значит, это такая машинка, чудо-машинка есть для стрижки баранов, ну, и херах-херах, значит, это чик-чик, это все. А что, налосостричь, недолго же, правильно? Вы же привыкли, блин, вас всю жизнь по ГУЛАГам, да, по советским армиям, блин, налосостричь или нафиг, ну, чтобы в шее не было, блин, и чтобы это не, когда вы деретесь, вы всегда друг другу в головы, в эти волосы вцепляетесь. Ну, ладно, давайте не отвлекаться. И, значит, еще побрылся я, значит, ага. И знаете, что, какая неприятная история. Ну, самое главное, видите, да, рубашечка красивая, но к ней позже. Ага, какая неприятная история, значит, я еще машинка какая-то такая чудесная, которая выбривает эти волосы, блин, выстригает, и с которой я никогда не знаю, блин, или в носу вначале, или в ушах вначале делать. Очередность, короче, не знаю, как соблюдать. Ну, ну, в любом случае, значит, короче, в носу я, значит, в ноздрях эти волосы выстриг, потому что ненавижу, когда люди вот это, и у них из ноздрей торчат волосы, да, ага. И знаешь, что случилось, блин, вирусы вражеские на меня напали, а защиты-то нету, волос-то нету, блин, на входе, и приболел я немножечко, значит, ну. Ну, я с детства больной на голову, а тут еще что-то, блин, какой-то, блин, это, как простуда, как будто, ну, хрен с ним. Нет, ну, главное, рубашечка, рубашка, смотри, полез в закрома, а у меня там всего штук 250 осталось, ну. А это, ну, ну, когда помирать, все же, наверное, не заберешь, правильно? Ну, думаю, ладно, 218 оставлю на помирать, а пару штук возьму и одену сегодня и пойду за грибами. По грибы, пацаны, пойдем по грибам, значит, искать грибочки, потому что 2-3 дня назад грибы. Зимело, крохотало и даже 218 капелек упало. Посмотрим, что произошло в лесах. Если нет, то я обиженный и обратно, потому что температура, капец, последний раз я проверял, 29 градусов. 29 градусов и не облачко на небе. Сдохните, вы все сдохните, блин, я тоже, нафиг, от жары, блин. Поэтому долго не выдержим, но чуть-чуть погуляем и посмотрим, короче. Может, Иван Сусанина найдем. Ну, что, хлопцы, вот это самое, ничего я не снимал. 30 градусов жара, короче, помираловки. Бегал, бегал, что Аллах посылал, то я и брал. Синий, значит, синий, желтый, значит, желтый, оранжевый, да, оранжевый, думаю, всех синих, оранжевых перебьем, потом заживем. Есть немножко и бабки там, а внизу даже ягодки есть немножко. А вот эти вот ягодки Аллах нам в огород послал. Видишь, вот тетя Уля Кудесница как занимается, вот теми виноградниками и плодоносит. Видишь, как и курушки несутся, и никаких спецопераций не надо. А вот зря вы еще, пацаны, всегда наезжаете на этих, на буржуев, знаете, ну, там ешь ананасы, рябчиков, жуй. Ну, что вы их обижаете, а что не разрешаете им креветки кушать, там, рыбки всякие кушать эти, блин. Ну, всегда ананасы, ананасы, блин, а на вас, блин, кушайте, а мы будем креветки кушать. А я вот еще сейчас прохожу и думаю, а вдруг какой-нибудь Арчонок сейчас сидит, вот гречку жрет, это Соловьева слушает, и вообще не понимает, о чем речь, когда вот про эти креветки всякие. Ребята, креветки буржуи бедные не так жут, вот все время, как вы их видели. Чини, грибочки тоже будут, да? Да. О, тоже батарь, да? Нет. О, блин, это вообще круто. А креветки буржуи любят вот такими, вот это, а ну, как будто в тесте, вот так. Ну, а рыбу, ребята, тоже вот это, знаете, это, ну, арчата, которые учатся летать. Имейте в виду, что рыбу можно не только жареную жрать или в ухе, а еще вот буржуи любят над ней издеваться, прямо насилуют ее и в тесте тоже запекают. А потом на медне прочитали, короче, что вот эти грибочки буржуи вообще сдурели. Они их не только солят и вялят и сушат, они еще их тоже вот в тесте, блин, и зажаривают так, и потом вообще вкусно. Ну, поэтому это, ну, стоп, они сдохли, эти сволочи буржуи, блин. И чтобы хоть уродился бы боярышник, и чтобы хоть Владимир Владимирович не заболел, и дай ему бог, это не бог, а кто это, крепкого здоровьячка и долгих лет жизни, короче. Спасибо. Спасибо.